Доброе утро, друзья! Это студия «Хорошего настроения». Продолжается замечательный день. Напомню, это первые сентября, пятница. День знаний сегодня в нашей стране. Сегодня первоклашки, да и не только, идут в школу. Но вместе с ними, конечно же, идут на работу учителя. А у нас в гостях лучшие учителя нашей страны. Итак, друзья, у нас в гостях педагоги. Проректор Гомельского областного института развития и образования. Победитель областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников. Учитель года Республики Беларусь 2006 года Ольга Александровна Блажко. Доброе утро. Здравствуйте. Старший преподаватель института повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета. Учитель английского языка гимназии номер 24 города Минска. Победитель республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников. Учитель года Республики Беларусь 2011. Инесса Владимировна Зубрилина. Доброе утро. И учитель методист гимназии номер 8 города Минска. Суперфиналист республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников. Учитель года Республики Беларусь 2006. Ольга Михайловна Лагунова. Доброе утро. Рады видеть вас у нас в гостях. Такой замечательный день. В день знаний. Мы знаем, что вам, конечно же, сегодня еще много букетов преподнесут. Но мне кажется, вот хорошо начинать этот день с таких поздравлений. Наши букеты будут первыми. Мне особенно приятно. Я ближе нахожусь. Может быть, не очень удобно вручать, но от чистого сердца. А я сегодня ассистирую просто. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Я уже на линейку сходил. Мы надеемся вот так же, как сегодняшний день, приятный, хорошо начался для всех, для нас. Вот так вот и пройдет весь учебный год. Приятно. Как год встретишь, так его и проведешь. Это точно. Ну, давайте сразу же перейдем к вопросам после поздравления. С каким настроением вообще вы вступаете в новый учебный год? Тем более он несколько особенный. Вообще каждый отличается. Тут и время поменялось. И ученики новые, какие-то заботы новые. Как настроение? Праздничное, безусловно. Настроение всегда праздничное. Новый год учебный, он дает толчок к новым каким-то свершениям, к новым погибедам. Хочется верить в то, что все впереди. Как минимум, ближайшие девять месяцев. Так. Очень символично. Да, символично. Поэтому, безусловно, настроение праздничное. Правда, девочки? Безусловно. Большой надеждой на очень хороших учеников, очень хорошие программы, учебные пособия. И на то, что мы востребованы, нужны, а значит, этим и счастливы. С очень хорошим настроением. Я уверена, что накопившаяся положительная энергия солнечная летом будет обязательно реализована в этом учебном году. Я, конечно, ожидаю новых интересных идей и такого творческого полета от этого. А от кого? От учеников новых идей ожидать? Нет, конечно. Идей в первую очередь ждут от учителей. И, разумеется, дети подхватят этот творческий порыв. И, надеюсь, тоже удивят своих учителей в этом году творческими открытиями, новыми какими-то знаниями, победами. Безусловно. Тем более, что победы будут очень скоро. В сентябре новый этап, финал конкурса «Учитель года» в нашей стране. Поэтому мы ждем и пополнения в нашу дружную кампанию победителей этого конкурса. То есть, казалось бы, и так у этих замечательных женщин много побед, но они еще ждут других побед. Причем побед своих коллег. Это замечательно. А давайте, кстати, вспомним этот прекрасный конкурс «Учитель года». Такое соревнование, причем для людей, которые обычно сами оценивают всех. А тут, наоборот, ситуация меняется. Вот как проходил конкурс? Может быть, какие-то самые сложные этапы можно вспомнить сейчас? Наверное, сложно назвать этот конкурс соревнованием. Потому что мы поняли, встретившись здесь, в Минске, представители всех регионов Республики Беларусь, что мы единомышленники. И помогали друг другу распечатывать конспекты в ночные уроки. И написали гимн совместный, вот, ожидания, объявления, кто станет победителем. А списывать давали? Кстати, списывать давали. На экзамене давали. Книжка, у кого была, пошла по всей аудитории. То есть вернулись ненадолго в студенческие годы. И мало того, что серьезный конкурс, так еще и много позитива, положительных эмоций. Вы оттуда почерпнули. И я так понимаю, что много друзей обрели? Да, безусловно. Это, между прочим, еще и своеобразная школа такого профессионального опыта. Потому что уверена, что все участники этого конкурса меня поддержат. Никто после этого конкурса не пожалел о том, что вступил в этот довольно сложный марафон, безусловно. Но это действительно своеобразная школа. Вот для учителей это школа профессионализма, школа мастерства. Это замечательный опыт. И, безусловно, тех друзей, которых мы там встретили, ту поддержку, те идеи. Вот то какое-то ощущение братства такого настоящего, профессионального, которое мы там почерпнули и прочувствовали, мы его несем на протяжении уже 10 лет. Потому что в девочкином конкурсе, в 2006 году, после их конкурса, появилась идея объединиться всем финалистам, то есть это элита учительская, в своеобразный клуб, клуб «Хрустальный журавль». Сегодня в него имеют право войти только победители и финалисты этого конкурса. Они представляют наше образование на международном уровне. Это довольно престижно, это очень почетно. И мы, безусловно, стараемся вот это звание «Хрустального журавля», это символ конкурса, это трофей, который победитель получает по окончанию этого марафона, нести, знаете, так вот просто… И у вас такое закрытое общество. Но конкурс, он такой, может, это не конкурс одного дня, да? Это достаточно большой… Наш конкурс длился два года. И проводится раз в три года. Да. То есть, на самом деле, вот эта победа, она дорогого стоит. Это не так, что пришел, ответил, урок на отлично, и все, молодец. Нет, это множество конкурсных испытаний, которые и позволяют, наверное, сдружиться. Когда закончился наш конкурс, мы поняли, что мы не хотим расставаться. Тогда и пришла идея создания клуба «Хрустальный журавль». И теперь клуб организует выезды в регионы. Учителя едут в одну из школ Республики Беларусь, дают там открытые уроки. В незнакомом классе. В невыезде детей. Про детей, педагога, поговорить, давайте вот выясним. Итак, взаимоотношения учитель-ребенок или там педагог-студент – это друзья, это или все-таки какая-то субординация, и какие-то рамки должны быть, какой-то авторитет учителя такой… Знаете, так, сухим языком, то демократические отношения. А если профессиональным языком, то учитель-друг, но учитель-помощник, да, учитель-соратник, да, партнер, да, но учитель должен иметь авторитет, который работает и на него, и на ребенка, и на имидж учреждения. Учитель не может стать панибратом. Демократия – это не вседозволенность. Учитель – это много говорят, имидж профессии педагогической и так далее, да, это очень актуальный вопрос. И прежде всего, примером своим должен заражать своих учеников, чтобы многие хотели быть дочь моей подруги. Она приходила и говорила все время, я хочу быть, как Наталья Ивановна, вот такой вот умной, красивой, вот такой я хочу быть, вот так должно быть, мне кажется, в школе, и авторитет, авторитет, доброта, понимание. И, конечно же, учитель должен быть психологом, чтобы каждому ребенку был свой подход индивидуальный. Давайте все-таки немножко проблемы затронем, ну, как проблемы, может быть, методы решения. Вот на ваш взгляд, вкратце, что можно было бы изменить сейчас, ну, чтобы действительно проще, лучше было бы учиться. Может быть, мы заглянем сейчас не совсем в близкое будущее, пусть оно будет далекое будущее, но тем не менее. Понимаете, сегодня действительно и в СМИ, и, так скажем, на кухне за чашкой чая очень много говорят об изменениях в сфере образования, по той простой причине, что школа, наверное, один из самых массовых институтов социальных в нашей стране. И, безусловно, ну, очень легко судить, потому что все считают, что, ну, что ж там, два, четыре, да, все представляют себе, что такое школа. Но, наверное, если говорить об изменениях, здесь есть принцип номер один. Изменения не должны быть хаотическими, раз, они не должны быть очень масштабными, два, они должны быть очень взвешенными, целенаправленными. Мы работаем с детьми, это важно. Поэтому любой шаг, он должен быть, знаете, семь раз отмеряй, один отрежь, он должен быть действительно целесообразным, он должен быть продуманным до мельчайших подробностей и мелочей, потому что это очень важно. Ошибки учителей, вы сами понимаете, порой бывают гораздо даже более серьезные, чем ошибки врачей. Про саперов я вообще молчу. Саперы тоже заканчивают среднюю школу, так что, на самом деле, это очень важная профессия. Мне хочется пожалеть наших преподавателей, потому что... Мы не несчастные. По-человечески, по-человечески, потому что, я думаю, все знают, сколько им, помимо того, что они, казалось бы, должны просто учить наших детей, сколько им бюрократических вот этих надо выполнить мероприятий, заполнения каких-то документов, каких-то там этих формуляров и так далее. Вот, может быть, как-то случится что-то, случится чудо, и мы, по крайней мере, их избавим от этого. Может быть, в классах установить какие-то видеокамеры... Девочки, давайте верить в чудо. Да, давайте верить в чудо, действительно. Вот, как бывают ситуации, включил потом видеотрансляцию, если есть какой-то спорный вопрос, посмотрел и все. А если все хорошо, если все дети учат, если у преподавателя хватает времени, чтобы научить чему-то детей, а не заполнять какие-то там документы, ну, значит, вообще все прекрасно. Давайте верить в чудо, давайте верить в хорошее, давайте начинать этот новый учебный год с хорошим настроением. Все будет просто замечательно. С каждым годом все лучше и лучше, давайте верить в это. Итак, друзья, у нас сегодня в студии удивительные люди, для которых профессия учитель не работа, это призвание, это видно по глазам, видно, как они отвечают. То есть это люди, которые не мыслят себя вне школы, и пускай так оно и продолжается и дальше. Ну, а мы, дорогие телезрители, особенно маленькие, постараемся как можно меньше проблем нашим учителям доставлять. Напоминаем, у нас в гостях были педагоги, которые в разные годы получили в нашей стране титул «Учитель года». Проректор Гомельского областного института развития и образования Ольга Александровна Блажко. Старший преподаватель института повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета. Учитель английского языка гимназии номер 24 города Минска Инесса Владимировна Зубривина. И учитель-методист гимназии номер 8 города Минска Ольга Михайловна Лагунова. Спасибо огромное, что заглянули. Не смеем больше вас задерживать. Вас ждут великие дела. Дети, учите уроки, уважайте своих педагогов. Спасибо огромное, хорошего дня. С вами, друзья, мы... Садись, и ответишь. Или 10. Не говори кромолу. 10. Саша, достаточно. Ну, а сейчас мы идем провожать наших гостей, а с вами увидимся после выпуска новостей. Смотрите новости 24 часа. Субтитры сделал DimaTorzok